Здравствуйте! В эфире программа «Открытый диалог» и я, ее ведущая, Виктория Степашко. В конце февраля россияне ощутили значительный скачок цен на продукты. Ажиотажный спрос спровоцировал новый виток инфляции. Что же сейчас происходит с ценами на продукты на Камчатке? Узнаем сегодня. Гость нашей программы Алексей Киреев, управляющий отделением Банка России по Камчатскому краю. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Виктория! В мае Банк России сообщил, что по стране в целом, а также на Дальнем Востоке отмечено снижение инфляции. Однако на Камчатке отмечен хоть небольшой, но рост. С чем это связано? Действительно, годовая инфляция на Камчатке в мае ускорилась до 13,5% по сравнению с 13,1% в апреле. И мы связываем это как основная причина рост издержек производителей и поставщиков товаров на фоне нарушения логистических и производственных цепочек. Если говорить коротко, что такое инфляция? Это изменение стоимости определенного набора товаров и услуг на протяжении последних 12 месяцев. Инфляция рассчитывается по индексу цен на 536 наименований, которые формируют потребительскую корзину в России. На 38% эта корзина состоит из продуктов, на 35% из непродовольственных товаров и остальное – это услуги. Я так понимаю, что издержки растут повсюду или у Камчатки есть какой-то свой характер инфляции? Да, региональная особенность у нас действительно есть. Это географическое положение региона, это транспортные компоненты. Товары к нам завозятся в основном авиатранспортом и морским транспортом. И практически вся промышленность Камчатки работает на привозном топливе. В связи с этим возникает необходимость формирования значительного запаса товаров. На Камчатке, учитывая временной лаг, запас товаров формируется на основе двух-трехмесячной потребности. Соответственно, сейчас в мае поступают в торговые сети товары, которые поставщики закупали по высоким ценам марта-февраля. Ну и вторая особенность – это, конечно, климат. У нас не возрывают фрукты, основные поставки идут из-за рубежа. Соответственно, нарушение этих поставок, логистики привели к ускорению темпов прироста цен в годовом выражении на яблоки, груши, бананы, которые как раз в потребительскую корзину входят. Такая же ситуация с кофе. Там произошел рост мировых цен на какао-бобы, ну и, соответственно, подорожали еще кондитерские изделия так же быстро. Но есть хорошая новость. Снизились темпы прироста цен на сыр, яйцо и сахар. Если мы говорим о том, что рубль укрепился, то, получается, цены на импортные товары, не говоря уже об отечественных производительных, должны уменьшаться? Да, укрепление рубля и ослабление курса привели к тому, что замедлились темпы прироста цен на отечественные и импортные непродовольственные товары. В первую очередь, это электротовары, это стиральные машины, телевизоры, микроволновые печи, пылесосы. Так же за укреплением рубля и последовало снижение темпов прироста цен на легковые автомобили в годовом выражении. С автомобилями у нас сложилась интересная история. Можно ли сейчас говорить о том, что спрос на автомобили снизился? Я думаю, что особенность у региональной Дальнего Востока, как показывает статистика, говорит о том, что у нас спрос сохраняется на легковые автомобили с пробегом. И мы связываем такую особенность региональную с тем, что логистические цепочки подставки поддержанных автомобилей из Японии и из Кореи, они меньше пострадали при введении санкций. А вот как показывает статистика, в конце апреля, в начале мая объем продаж вот таких легковых автомобилей с пробегом в Дальнем Восточно-Федеральном округе он увеличился. Можем ли мы сейчас ожидать снижения инфляции, по крайней мере в ближайшее время или в ближайшем будущем? Многое будет зависеть от эффективности процессов импортозамещения, от того, как быстро восстановится импорт на те товары, сырье, комплектующие, которые необходимы и населению, и предприятиям, по которым импортозамещение пока невозможно. Центральный банк анализирует ситуацию, в том числе используя мониторинг деятельностей камчатских предприятий. И ожидается, что к концу 2022 года инфляция составит от 14 до 17 процентов. По прогнозам Центрального банка, с учетом реализуемых мер денежно-кредитной политики, инфляция в 2023 году снизится до 57 процентов. И на таргет в 4 процента мы должны выйти в 2024 году. То есть уменьшение мы все-таки ожидаем? Прогнозируем. От этого, конечно, многое зависит еще от факторов не на стороне Центрального банка. То есть как перестроится быстрая экономика, как успешно пойдут процессы демонополизации экономики, структурной перестройки. Это тоже факторы, на которые Центральный банк денежно-кредитной политикой не влияет. Значит, прогнозируем снижение инфляции. Алексей, большое спасибо за такой открытый диалог. Напомню, что гость нашей программы Алексей Киреев, управляющий отделением Банка России по Камчатскому краю. А в студии была Виктория Степашко. До новых встреч в эфире.